Вот хотела предупредить, что мы с детьми хотели приехать. Вы разрешаете нет в Питеряевку? Да, а где вы живете? Нижнекамск. Ну мы с Вячеславом договорились, там, говорят, еще кто-то поедет. Ну да. Вы проезжаете через Казань? Да, мы с Казань рядом. Вот тогда с Вячеславом. У него все расписание будет, но я вам напишу, когда вы приедете. Желательно хотя бы дня три-четыре до крещения. 3 июля или 1 июля выезжаем? Это хорошо. 11 июля будет крещение, чтобы мы позанимались, увидели все. Это обязательно необходимо. Но вам не запрещено. Там вот простыни, да, вот он вроде сказал взять, и что там еще нужно? Простыни это само собой. Это так понятно. А раз будете спать, а мы там стирать нам некому, мужчины одни в Одессе. А это вам не так и трудно. Наволочкой и две простыни. Одеяло все есть. И желательно, что у вас с собой будет там рюкзак. Ну, где придется ходить? Если надолго, конечно, тогда мы говорим, я скидываю путевку, что с собой взять нужно. Ну, а тут увидите сами раз на столько. Я путевку напишу, это скину. Ну, вы на меня по скайпу выйдете, запросы. Я тогда вам все там отвечу. Вот готовьтесь. Я-то все через Вячеслава, потому что он на пути у вас будет. Тут меняют поезда все время. Надо узнать, какой будет лучше. Ну, время-то еще есть. Батюшка приедет, мы расспросим. А то из Москвы он останавливался прямо у нас. А теперь он идет и заезжает через Барнаул совершенно с другой стороны в Барнаул. Ну, там видно будет, как именно. А вот я переживаю у ребенка младшего аллергии на комаров. Как вы там с комарами боретесь? Никаких, не вздумайте, инсектиды какие-то там, лекарства или мази. Никогда у нас это не практикуется. Что значит много комаров? Ровно столько, сколько надо. У нее просто, она аллергична к комарам. Не надо, не надо. Никто этих слов не знал. Мы росли. У нас в деревне ни одного градусника не было. И ни одного больного. Вот нас вообще, ну как жили-то? Лебеда, рыжих там было. Это город химический. Тут хочешь, не хочешь, начинаются болезни, аутоиммунные заболевания. Видите, вы уже заранее согласны с болезнью. А вы настройте на то, не болею. Я не болею. Вот мне 10 июня будет 82 года. Я не болею. Ни одной таблетки еще не съел. А почему? Потому что я не болею. А где болит, что это не болезнь. Это естественно изнашивается организм. А тут сразу болезнь. Градусник подмышку сует. Я никогда не мерил температуру. И у меня ее нету. Давление начинает. Приборы дают. А ты человека загоняют, чтобы он думал о болезни. Ну у него от ложного понимания, от страха умирает. Это неправильно. Комары. Что комар? У нас малярийных нету. Ну хлопнуло его и все. Пощесало это место. А это массаж тела. Спать-то где спит там комаров нету. Только не открывайте двери. А то у меня приезжаете в день раза два-три. Жарко открыли. Ну там же комары налетели. Жара ушла. Комары остались. Вот вы самовольничаете, а потом страдаете. Никогда не открывать. Ни форточки, ничего. А на форточках, где нет сетки. А у нас сетка есть. Нормально все. Мы тут жили каждый год. Представь, детский лагерь. Ко мне отовсюду были дети. Даже из Канады. И никаких мазей. Никого не съели. Домой все живые уехали. А там вот распорядок дня. Вы тоже напишите, как детей к какому распорядку? Одинаково. Подъем всем. Одинаково. Это сказать одинаково всем. Это не всем, а всем одинаково. Взрослые встают и дети встают в 4.40. А в 5 начинаем молитву. А дети не выспались. Ложиться раньше. Может в 2, может сказать в 8-9 часов. Ну а если бывает так, что нужда в субботу, в субботу разрешается после еды, после обеда, ну хотя бы сейчас поспать. Но перед этим, между едой и сном должен быть промежуток. Желательно 2 часа, но если нет, то поменьше. Там на все распорядок. И все для здоровья. Если вы с семьей едете, мы можем отдельный домик дать. Но вставать вместе, бегом к нам, и все такое проще. Потому что если народу много будет, мы просто выделим в других домах, но там уже порядок один. Часы и все зарядите. Наш распорядок самый правильный. Вы себя на это настройте. Я не могу объяснить по сей день, почему 4.40. Вдруг я стал в 4.40 вставать. Кто-то меня будет. И потом только я узнаю в одном месте в интернете нашел. Мать Тереза Калькутская, святая. И у нее это тысячи помощников. И все в 4.40. Может быть для того, чтобы к пяти были готовы на молитве. Но только другого объяснения не нахожу. Ну что, Елена? Спасибо. Подходит такой порядок? Ну вот, куда деваться? Утром тяжело будет вставать. Не годится. Вы сразу скажите, это так здорово. И помолились, и посчитали слово Божие. Малые дети ко мне. Разные калибры. Вот, у меня самый малый ребенок, который был в лагере, 7 месяцев с матерью. И самый старый, 72. Так я сама. 72 года. То есть лагерь безразмерный был. И все одинаково. Поэтому у нас общая молитва, домашняя церковь. А если этого нет, у вас ничего и нет. Я и дети мои будем служить Господу. Вот я и дети мои, которых дал мне Господь. Зачем бы это было написано? У ребенка должна быть выносливость. Правильно, тоже. Ну, не два года. Я 48 лет с детьми вожусь. 48. Нынче 49 год будет. Считай, полвека. И все это бесплатно. Заплатят сколько путевку там, продукты надо. А остальное то, что занимаемся. У меня цена была минимум в 5 раз дешевле самой малой государственной. А по питанию там, получается, постный, да, будет? Пост ведь, наверное, пойдет. Ну, а там то посмотрим к питанию. На питание что пойдет. Что-то у нас уже есть свое. Хлеб свой стряпать будете. Рыба. Молоко покупать придется. Молоко коровья. Только коровья. Как коровье молоко. Сметану, если желаете. Это отдельно платить. И удивляться этому не надо. Я, вот у меня в Барнауле здесь. Сидим за столом. Мы двое или трое. Тут Никита был. У них деньги есть. Они покупают сметану. Они через нас, торгаши, проезжают. Молочники называются. Я никогда не возьму от них. Почему? У меня хорошее здоровье. Мне не надо. И денег нету. И они к этому привыкли. А другие, которые как так? Рядом сидит человек старше вас. И вы ему не даете. А не дают, я не беру. По одежке протягиваю ножки. Вот мы были. Мы едем из Еревана, Армения. Ну, мы еще не доехали до Севастийского озера. А они между собой разговаривают. А они между собой разговаривают. Там заходили в магазин попутно и говорят, там рыба хорошая была. А я услышал, хорошая. Ну, отъехали, может, километров несколько. А что же не взяли-то? Ну, как-то они под меня решили играть. А я говорю, нет, стой, машина. Командую я. Так, разворачивай назад. Ну, да как-то неудобно. Разворачивайте, берите, сколько вам надо. И варите. А я не участвую. А они, ну, любыми путями мне накормить. Ничего не удастся. Я беру собаку и ухожу в горы. А потом приду и, если там от ухи останется вода, я возьму. А рыбу нет. Я не плачу, у меня не на что брать. Я к этому так привык, что мне никакой нужды нет. Мясо не ем вообще. Игнать Тихонович. Ай. Давайте сейчас завершим, и я на вас выйду. Давай выйдет обои, найди кого там надо. Уже нашел, все, все ожидают. Все, давай, если ничего больше нет, отключаемся. Все, отхожу. Можно вопрос. Так, ну давай, быстро. Быстро, значит, тут ситуация такая. У вас в России, в Карачаево-Черкесске делают такой, что носки вяжет такой станочек. Конечно, проблемно оттуда мне достать. Это у вас, там оно бы как-то легче, хоть он и не дешевый, но я бы оплатил бы это все. Не надо, что за машина-то, какую? Это носки делают. Не надо, у нас руками вяжут. Батюшка умеет вязать. Не-не-не-не, там за 5-10 минут пара носков. Да не надо нам столько носков, у меня они лежат, руками связанные. Да мне, 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 мне надо этот станочек. Так, все, дело в вашем, отошел. С Богом. Ах, ветер, пожалуйста.